Потом прошло, я думаю, уже 4 месяца после этого, прошло, во всяком случае, это было в декабре, в праздник святого праведного Филарета Милостива, было переоблачение владыки, значит опять открыли саркофаг, вынули гроб, уже новый деревянный гроб, открыли этот печать, отпечатали печать, открыли гроб, и все присутствующие батюшки помогали снимать старое облачение, вот это зеленое старое, которое было, в общем, уже совершенно обещало, оно даже хрупкое было, местами ломалось, и во всяком случае, все нужно было снять с тела владыки Иоанна, и омывалось тело владыки, омывалось белым вином, и розовой водой, все это было омыто, и все то, что было белое, это все отошло, и, как было сказано на лике, был лик белый, и рот, и усы, и борода, это все было как одно белым покрыто, а когда омыли все, и вот пятно это было, и когда все омыли, оказалось, что никакого пятна, тления на носу не было, а наоборот, все, когда белое сошло, то и усы, волосы усов, и бороды, все это полностью в сохранности, уши владыки, нос его, все это в полной сохранности, конечно, нужно иметь в виду, что все тело, оно после всего этого времени, оно всю свою влагу потеряло, и это все обсушенное такое, но в полной сохранности, только один глаз немножко тления есть, и вот немножко, немножко на ногах, но тоже нужно сказать, так что, когда открываются святые мощи, несмотря на то, что все мы, кто там был, кроме владыки Кирилла, никогда вообще не присутствовали, при том, что открывался гроб, или осматривались мощи, а он был тогда, когда царственные мученики в Иерусалиме, когда открывались гробы, но все остальные никогда этого не видали, не знали, что ожидать, так что, тоже нужно знать, что православная церковь считает сохранность святых мощей чудесным, не тогда, когда просто тело сохраняется, как может быть при холоде, и при том, что воздуха не было, или что, а то, что тление начиналось и приостанавливалось, вот это чудо, и здесь явно видно было, что все остальное в гробе, все разлагалось, металлический гроб был проржавевший, материалы и вещи, даже иконки, и все, что в гробу было, это уже разлагалось, и даже облачение, а вот само тело, Владико Иоаннов, оно было в полной сохранности. Тогда, когда все тело было обмыто, то начали облачать Владико Иоаннов в новом, новом белом облачении, и у него была такая рубашка, такая кристильная рубашка на самом теле, после этого был подрясник, этот подрясник был сделан в России, а после этого было совершенно новое облачение подрясник, и все архиерейское новое облачение, которое здесь, в Сан-Франциско, было специально сшито, и которое подошло к светлым мощам точно. А после этого положили обратно Владику в деревянный гроб, и саркофаг был опять закрыт, гроб был запечатан, и саркофаг был закрыт. Все это, все от начала до конца было благодоверенно сделано с молитвами, с пением молитв, и под духовным руководством Владыки Арпийского Антония. Этим как бы заключается дело открытия мощей и переоблачения, а потом нужно сказать, что перед самым перенесением мощей 1 июля, перед самой службой, опять открывался саркофаг, опять печать открывалась, деревянный гроб открыли, и переложили святые мощи, владыки, святителя Яна, в ту раку, в которой они хранятся сейчас в соборе. Это происходило перед самой службой тогда.